Привет, зритель! Решила я сегодня обозреть мелкие покупки и одну свайберис. Ехала с базы выдачи и вспоминала, есть у меня отдельный плейлист. Вспомнила, что вроде как нет. Поэтому решила совместить ужа и ежа. Куда-то девались у меня все резинки. Два раза покупала в Ашане. И наборчик там, половина обычно рабочая, половина уже какие-то никакие. Кот у меня иногда любит с ними играть. В общем, сегодня пришла к выводу, что резинок нет вообще. И вот одна у меня в руке, а другая на волосах. Не, я понимаю, что можно подстричься, и тогда не придется делать хвостик, но мне нравится хвостик. Вот такие по 20 рублей в магазине, где у нас в солнечном почта, еще там, кажется, библиотека. В общем, здание такое многогранное в этом плане. Взяла зеленое. А еще вот такие. Точнее, эти были по 12. Там еще были похожие, но другого цвета и по 5. В чем разница, не знаю. Но мне женщина сказала, что они более плотные. И все такое. Но она так тянется, что у меня она раз в 6 растянулась. В смысле, вот так вот. Вот там видно не будет. Вот этот хвостик, резинка. И вот эти по 20. Чисто из-за того, что тут всякие такие бусинки. Как они называются? Шармики, да? Если на руку такое нацепить. В общем, тут они у нас с шармиками. Зелененькие. Ну, ближе к салатовому на самом деле. И они по 20. А еще у меня беда, печаль. Мне надо ножницы. Были ножницы за 60 небольшие с пластиковыми ручками. Были ножницы за 70. Чуть побольше с пластиковыми ручками. Были ножницы покороче с загнутыми носиками. Но приличненькие. Не помню, сколько стоят. И были ножницы по 250. Обычные такие а-ля советские ножницы. Мы с продавщицей решили, что они будут дольше жить. Потому что у меня обычно пластиковые вот эти штучки. Которые там пластиковые ломаются. По одной причине у меня случилось так, что ножницы, которые у меня с пластиковыми штучками на столе лежали стабильные. Они вот сейчас не здесь, как бы они в квартире пока что. Но они используются несколько в ином месте. И вот беда печаль надо ножницы. Были еще ножницы. Я их увезла в деревню. Но, видимо, ну, бывает там. Это ноги приделывают к некоторым вещам. Короче, я их там больше не видела с момента, как привезла. Еще есть ножницы на кухне. Ну, ножницы вообще такая нужная вещь. Ножницы офисные. 250 рублей. И мне было сказано, что ими можно резать ткань. Вот это даже плюс, потому что у меня не все ножницы осваивают ткань. Ну, правильно. Как еще их скрыть-то? Только вот так. Мне, конечно, надо было бы взять, наверное... О, слушайте, оно открывалось с этой стороны. Я только подумала, надо было взять ножичек канцелярский. А они, оказывается... А ларщик просто открывался вот здесь. Вот можно было достать. Но я что-то до этого смотрела. У меня прям... Ну, никак они даже не вылезали и не хотели вылезать. Короче, вот ножницы. Сейчас посмотрим, как они работают. Вполне себе нормально работают. Это, конечно, не ткань, но они вполне себе очень даже хорошо работают. Самое прикольное, что вот здесь вот... Раньше там гаечка такая вот взаимная. А тут вот с одной стороны ровненько, а с другой стороны гвоздик. Вот, ножницы за 250 рублей. По-моему, магазин называется Анастасия. Хотя, знаете, я не помню, может быть, и не Анастасия. Ну, если вы вдруг местный, то вот солнечный почта. Там вот почта, библиотека, рядом магазин. Вот это тот самый магазин. А ещё я на Вайтбрид заказала сухое молоко. У меня такая беда печаль. В Магнит перестали возить моё любимое молочко полуторапроцентное. Раньше это была упаковка, там было написано сметанин. Потом это стала упаковка голубенькая такая. Моя цена. И вот она перестала уже недели две, как её нету. И даже может быть больше, чем недели две. Я в таком расстройстве, мне оно нравилось. 40 рублей стоило полуторапроцентное. Хорошее такое молочко долгоиграющее. И коту нравилось, и мне нравилось. И я что-то подумала, не заказали сухого молока. Тркнулась на Вайберис. А там так раз, и несколько всяких молок. Не, я понимаю, что как бы это не склоняется. Молоко. 400 грамм, 102 рубля. По какой-то типа скидке. Едим с пользой. Сухое молоко обезжиренное. Низкий уровень холестерина, диета дюкана, низкое содержание животных жиров. Это если вы вдруг диету дюкана бледёте, то вам такое молоко подойдёт. Минус, что тут в пачке немножко каким-то образом просыпалось это молоко. Хотя вроде как закрытое. Но мне как бы надо было молоко. Я взяла и взяла. Думаю, хрен с ним. Просто если что, отпишу отзыв, то пачечку слегка просыпалось. Я если не забываю, то пишу туда на Вайберис эти отзывы. О том, что уже товар воюзовался. Молоко сухое, обезжиренное, крафт. 12 августа созданное. 400 грамм. Едим с пользой. Живёт 8 месяцев. Не знаю, сколько оно у меня проживёт. Я отзывы почитала. Там, короче, даже вопросы. Слушайте, там иногда такие феерические вопросы задают. Тут думала купить у них слайм. Потом загрузила. Думала, может, этот слайм можно как-то самой сделать. Ну, прикольно же. Интересно. Лёля дозрела до слайма. Меня, по-моему, года полтора назад первый раз просили в комментах по поводу... Я так поняла, что из него делают. С ним делают СМР. Ну, я что-то глянула отзывы. Всё, что-то какие-то плохие отзывы, думаю. Но читаю вопросов вот чисто в отзывах к слаймам. А сколько стоит? Там набор такой из трёх штук. А сколько будут стоить эти три штуки? А сколько они будут стоить потом, думаю. Триндец. Дети, наверное, доставали про этого продавца. Так, оно, оказывается, отклеилось. Вот оно отклеилось. Я вот боюсь его достать. У меня такое ощущение, что там... Сейчас я так как-нибудь достану, всё-таки. В общем, оно всё такое молоко в молоке. Молоко сухое, безжиренное 1%. Энергетическая ценность 349 калорий на 100 грамм. 4 чайные ложки сухого молока растворить в стакане тёплой воды. По желанию добавлять в выпечку. Обезжиренное сухое молоко. Изготовитель Трио Успех Питер. Хранить от нуля до 25 градусов. Ну, как-то вот. Сейчас вот думаю, разболеешься. Я там чё-то читала комменты и отзывы, что типа, воображает человека, сколько надо молока на чашку сыр, чтобы сделать кофе с молоком. Там типа пол чайной ложечки. Вот посмотрим. 4 чайные ложки на стакане тёплой воды. Слушайте. Такое конкретное хорошее сухое молоко. Жалко, что оно каким-то образом из пачки высыпается. Хотя пачка у нас вроде как запаянная пачка. Ну вот, может оно лежало как-то так, рядом с какой-нибудь упаковкой молока. Скрытой. Слушайте, какое крутое. Несмотря на то, что обезжиренное, очень вкусное сухое молоко. Вот как в детстве было ли там в Советском Союзе. У бабушки была подружка, которая пила исключительно молоко сухое. Ну, то бишь, брала сушёное молоко, бодяжила его с водой и после этого пила. А вот нормальное молоко ей религия запрещала пить. В смысле, не нравилось оно ей. Такой у меня обзор. Кто-нибудь делает что-нибудь с сухим молоком? Может, хомячит сухое молоко. Я вот думаю, даже шоколад заваять. У меня там какао тёртое есть, какао-бобы, какао-масло и сахар всякий разный. Пальмового только сейчас нету. И забодяжить это всё вместе сухим. И расцепить, короче, какао. Тёртое какао-масло. И забодяжить туда вместе с сахаром вот сухое молоко. Посмотрите, что будет. Ну, это так в задумках. У меня как бы есть там на фондюшке немного горького шоколада самопального. Ну, там чуть-чуть сахара было, чуть-чуть молока, но всё равно он вышел какой-то слегка горький. Так что это даже... Можно, конечно, написать в комменты, Лёля, типа, поставь камеру, когда будешь что-то делать. И Лёля, если не забудет, то поставит, когда это всё-таки будет делать. Я вот думаю на камеру записать, как я пытаюсь сделать этот слайм, потому что я даже нашла какой-то типа рецепт. Что-то там крахмал, вода, шампунь и, возможно, краситель. Кто-нибудь из вас сделал слайм с собственными лапами? Вообще как-нибудь загонялся? Я так поняла, ещё почитала, я так поняла, что это Мотель делала, ну, та фирма, которая Барби делала, в хрен знает, в каком году изобрела эту штуку. И это примерно то же самое, что у нас в детстве с сестрой был Лизун, который подкинешь к потолку, он там прилипнет, отвалится, а на потолке будет грязное пятно. Такое вот. И он весь такой... Из той же серии. В общем, всем спасибо за просмотр, кто до конца из серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok